Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. За вчерашний день сообщаем, что у нас было. Номер 123. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 12 апреля 2016 года. Ну и дальше говорим, какой эпиграф взят. Слова, которые царь Николай сказал. Я считаю, это как печать, как клеймо на русском человеке, на православной церкви. Особенно. Ну а здесь вопросы. Никак не могу сделать. Или люди не знают, или модераторы не отправляют. Только что сообщили, вот это больше ста ко мне писем, вопросы. А я их и не знаю. Где-то в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, Твиттере. Я вообще нигде не бываю. Я ничего не могу объяснить. Заходите на наш форум и ставьте вопросы. На наш форум. Я его покажу сейчас где. А они перекидывают туда-сюда и не могут. Кто в командировке бывает, кто этим отвечает. Они все же это. У меня определенно. Одни за мой мир отвечают. Одни там за сайты. Другие за форум. Тем более везде стараемся сделать дубль. Дубль. Вот. Ну и дальше объявление. Просят меня сколько. Вот сами смотрите, что здесь. О том, чтобы краткое содержание дать. Краткое содержание наших роликов. Минуты, секунды показать. Делали. Тут сейчас перестали делать. И вот на нашем сайте во свете Библии книги мои просят перевести вот в эти позиции. Пока никто не перевел. Советы какие-то отдают. Перевести надо. Чтобы можно было поставить. Помощь нужна. Ну и идут занятия у нас. Вот они как раз сегодня. Середа. Но сегодня не будет. Потому что у нас большое моление будет. Канон Андрея Критского полностью раз в году считается. Самое длинное богослужение. Много земных поклонов будет. Ну вот. Это не надо вот это когда-то. Это у меня рядом сидит человек. Все время надо что-то махать. То чашкой, чего угодно машет. Лишь бы ветер был. От себя бой не отгоняйте. То, что около нас, то есть. А то вееры. Все это не наше. Сидят, пьют все время. Считай. Это ко мне один. Ну-ка, что-то. Спрашивает такая женщина. Он познакомился с ней. У нее трое ребятишек от разных мужей. И как ее привести к Богу. Там кто-то другое. Я им отвечаю. Свет мой вам дам один и на все время. Позабудьте эту женщину. И помню не только в молитвах. Не встречайся и не звони. Совершенно устранись. Иначе погибнешь, утонешь. И они больше не вопрошайте. Там смерть ваша. Вот спросил, я ответил. Сразу от него поступил ответ. А я не согласен. А как нужно обращать? Больше некого. Только эту женщину обращать. То, что у нее было. Ну, меня спросили, я ответил. Дальше-то уже начинается. Что я буду доказывать? Женщину я не знаю. Я помолился. У меня на сердце лежит, чтобы он с ней не знался. Ты не принял дело. Но запиши, что я тебе сказал-то. Потому что в истинный разум придешь очень скоро. Вот сегодня на богослужении утреннем, на молении, мы считали 61-62 псалом. Давида, псалтырь. Просчитайте. Это обо мне он пишет. Это мой псалом. И вот прислали мне ролик такой. Там сидят какие-то важные люди, занимаются, отвечают. Считай, как он называется. Патриарх Кирилл готовился к собору и юридически. Он изменил все документы. Форум 27-03. 27 апреля? Я не сказал, я сказал 03-го. А, 03-го. Я не расслышал. Вот оно как выглядит. Сами посмотрите. Да, интересно. О бесправии священников говорится. И как раз упоминает много про Барнаул. Тут так и было Георгий Титов. Когда вот это властью захватили, церковно-приходской совет в ничто превращает. Они стали писать им, начали их давить, гнобить. И они вышли совершенно из юридикции московского патриархата. То есть это все просто делается. Они думают, мы нажмем, дадаем, но не всегда удается это. А остальные махнулись, а они никакой роли не играют. Идти туда это потерять не то, что там демократия какая, а веяние Духа Божия. Что Дух Божий говорит? Он себе властью взял, архиерей. И дальше долбит им все, деньги, деньги, деньги. Ну какая церковь-то, организация-то. Когда во время моления даже было, говорит, одному слово говорит, а другому будет, первым молчи. Здесь ничего этого нету. Считаем. Юрий Соболев, миром Игнатий Тихонович, благодарю за ссылку. Начал быстро смотреть, но решил, что лучше посмотрю ваш ролик какой-нибудь. Какая-то новая алчба появилась у меня до ваших новых видеобесед. Понравился, как всегда, ролик с Сергеем Ильиным. Вопрос о рождении свыше, безусловно, центральной жизни христианина. Помню, как прожгло меня осознание этого. Вам не одно письмо написал по этому вопросу. На очах мне лежал, рассуждал. Сегодня я могу на него ответить, верно или нет, но это уже Бог рассудит. Но если кратко, критерии следующие. Имеет ли человек духовную жизнь во Христе, если он рожден духовно? То должны быть и признаки этой жизни. Если мне известно, что человек ест и пьет, то у меня нет сомнения, что человек жив физически. Если человек верит во Христа, исповедуя его Богом и Спасителем, ревнует об истине и праведной жизни, верует в апостольскую церковь и любит Евангелие, этот человек, без сомнения, рожден свыше, рожден духовно. И мне думается, может, именно поэтому святые отцы золотых веков на этом вопросе не заостряли внимание, так как факт духовной жизни был для них очевиден. Зачем объяснять, что труп это мертвец, и наоборот? Сегодня же это делать необходимо, так как гробов окрашенных, живых трупов, увы, так много, что эта видимость жизни не полагается за саму жизнь, и что самое трагическое за жизнь в духе. А теперь, Игнатий Тихонович, вопрос у меня, простите милостиво, но опять про Исихаз. Надо про первое, про это говорить. Он думает так, говорит, ну вот видишь, как человек работает, ему все больше и больше Господь открывает. Он думает, потому что всем было ясно, рожден и свыше. Я думаю, не поэтому. Кто писал, говорил, они сами нерожденные не могли говорить об этом. Это сегодня видно. Почему они не говорят? Когда начинаешь говорить со священниками, а я рожден и свыше. Что это слова-то слышал? Ну, как вот слово церковь. И все сектанты, иеретики, мы церковь. Еще натолкнулся, в Америке там какие-то твердые основания. Ну, какая церковь? Твердые основания, но вообще-то здорово это. И дальше. Непреклонная воля, уже новая. Вот сколько слог есть, столько сект можно образовать. Новая жизнь. Какая она новая? Живут в старых грехах. Даже внешне видно, непрерывно жуются, ходят. Да разве христианин может все время жевать? Определенное время. В верующей семье дети никогда не могут бегать с кусочком, с пряником, с чем-то. Вот и до. Ни с чего не знают. Я никак не могу согласиться, если верующий, рожденный свыше, чтобы он надел галстук. Как Воробьевский говорит о масонах, а сам в галстуке сидит. А сам, может быть, прихвостить масонов. Но одно дело знать, другое чувствовать на другом уровне. Но это масонская удавка. Аксессуары 21 века. Еще нет. Бритый. Я никак не могу согласиться, что человек, рожденный свыше, будет бриться, как Папа Римский. У меня не вмещается это, как все апостолы, пророки. И Бог так установил. Сам Христос, как человек с большой буквы, с бородой был. Внешне даже. И чтобы рожденная свыше женщина надела брюки и ходила в них щеголяла там или вези без платка. Если женщина без платка, ни о каком рождении речи нет. Потому что она не молится. И по ней надо убеждать. Я сказал, вы не приняли. Оденьте на них, вы увидите, как она растопоршится. В Государственной Думе хоть одна сидит? Нет. А у Рамзана Кадырова без платка ни одной нет. То есть они ближе ко Христу, чем к христианке называемые. Вот Дмитрий Смирнов об этом и говорит. Даже внешне его видно, как разговаривают они. Что я вот сегодня выставил ролик здесь. Как-то сохранился он, не знаю, два что ли ролика. Я вел три радиопрограммы. Одна была онлайн. То есть прям сразу в эфир шла часовая. Представьте, часовая онлайн. Это вообще телевидение. Сколько мне пришлось вести занятия. И вот я его выставил. Посмотрите сегодня. Зайдите на наш YouTube или в мой мир. Ну и что? Ну послушайте один раз. Посмотрите. Я говорю не по бумажке. Я вообще без бумажки говорю. По бумажке только места описания, которые назвать. На пищатом это. Ну и дальше сколько ссылок. Это в эфир для всех людей. Там сплошняком идет Библия. Святые отцы. Каноны. Этот не ходит и ничего не говорят. В городской думе патриарх выступает и ни разу слова Библия даже не сказал. Ни одного обличительного слова нет. Ни одной выдержки из Библии нет. Не считаю, что написано любовь. Надо любить друг друга, как написано у Каринфина. Я не пример. Ну просто гляньте. А что мне ссылается где-то? Я больше ни у кого это не вижу. Вот тебе и рождение свыше. Что Дворкин рожден свыше. Я тогда скажу, что с нами ездил ураган собака, а он рожден свыше. Потому что от него пользы это больше. Он от врагов подгонял, а этот из друзей делает всех врагов. Поэтому самое опасное сегодня, что у нас есть, это не просто что-то, а миссионерские отделы при патриархии. Официально. То, что только Духу Божию принадлежит, они решили взять в рамки, учить. Этому нельзя научить. Это есть или нет. Больше никак. Это зрение Бог дал. Нельзя научить смотреть слепого человека. Нельзя научить слушать глухонемого. И никак не поймут это. А что делать? Ну распустить эту пакость. Это пакость. И во главе с Дворкиным. Во главе? Ну что непонятно-то? Вы посмотрите, что человек делает. Он только может ссорить, дело, чисто дьявольское дело делает. Определяет какие-то нормы. Учился там американскими книжками. Это масон просоленный, да, в мозгах осей может быть. Дальше. Я, как специалист по исихазму, все пытаюсь найти места, найти те грани и точки общности, которые бы соединяли это учение в Святую Библию. Главным образом, тут интерес научный. Научный об исихазме и молитвах в векиках. Это все уже не из области духовной. А почему? Вот теперь сейчас дальше мы считаем. Апологеты исихазма в качестве у библейского основания этого учения указывают на два места в Священном Писании. Вот это уже дело. Нужно оговориться, что речь у исследователей истихазма идет не столько о практике молчания, сколько о главной практической цели в световом преображении человека. Видите, у кого-то, в световом преображении человека. Нет этого ничего в Писании. А то вот хвалить его друг друга. Вот он только выступил, я его хвалю-то. Я совершенно не согласен. Так у него грамота. А мне это разницы нет, грамота, не грамота. Там я должен сказать, согласно Библию. Он сказал, Библию, вот теперь смотрим. Вот так. И дальше. Когда сходил Моисей с горы Сина и дек скрижали откровения, были в руке Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сидеть лучами от того, что Бог говорил с ним. Ну так вот. Все с этим я согласен. Какое отношение имеет к тем, которые остались там? Как-то отразилось на них? Нет. 1600 лет прошло. Было с кем-то? Нет. Были пророки, Исаия, там придет Иеремия. Ну с кем-то. Было или нет, чтобы вот так это было? Не было. Почему? Это один человек, и одному было дано. Скрижали больше никому, Бог не давал. Какое-то отношение имеет к Григорию Палама. Наломали дров-то. Какое-то священие. Священие только от папироски. Куриц сплошь и рядом. Дальше. Второе. Знаю человек, зная человека во Христе, который назад, тому 14 лет, в теле или не знаю, в ней или тело, не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или не вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Второе Коринфянам. Насколько это правомерно? Игнатий Тихонович. Ни насколько. Это один человек. И он ничего не мог сказать. А сегодня обмирают так же восхищенные сектанты. И приходят, и они там сколько только чего не наговорят. Павел говорит, нельзя передать. Они передают все. Видение, какое было у Клавдии, у Сюжанины. Там она что-то видела. Тут одно только. Серафим Роуст говорит, вот это пограничное состояние между смертью и жизнью-то. Здесь особенно лютуют демоны. Князи, господствующие в воздухе. То есть все это может быть стопроцентным обманом и обольщением. Какое отношение к исихазму имеет? Молитва какая-то будет так тихо, ни одно слово, чтобы не говорили. Я говорил про это. Ну не трожь, не задевай. Вы сами трогайте девчушку. И она... Так. Какое отношение это имеет к монахам? Они что, на горе были? Бог давал какой-то закон. Они закон этот устранили. Они свои написали правила. Ничего этого нет. И какое отношение к Григорию Поломайме? Это от какого происхождения свет на горе Паволь? Да где это да ну? Велелепная слава, неизреченная. И все. Они не знали, что говорят. Я прошу, пожалуйста, успокойтесь. Начинают какие-то движения делать. Нас все это отвлекает. Такие сегодня слушатели тут у меня. Старый да малый. Одному под 80 лет, а другому трех лет нет. Ну и теперь, что говорит на это? Никак. И неправомерно это. И вообще нельзя к этому это относить никак. То, что исихазм, он не имеет обоснования никакого. Не пристану молитесь. Вот об этом речь идет. Не пристану молитесь. Больше ничего нет. Я не исихазм. Но у меня из рук не выпускается лестовка. Вот. Сто поклонов. Ну и каждый день не меньше тысячи поклонов. Тысячи. И тогда ты будешь знать, что это такое. А Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешность. Не больше двух-трех раз. А остальное другими молитвами. Господи, помилуйся, сорок раз говорят. Абсолютно не приемлю. Считаю, это не нужно. Это неверие выражается Богу. Неверие. Пересняйся сюда. А ты сейчас собьешь все-таки его. Не надо. Замрите ради Христа. Прошу вас. Сатана сегодня искушает, как нас. Вы пришли сюда, сидите. Вы, значит, собьете всю аппаратуру. Дальше. Вот мне одна пишет вчера. Послала сейчас тем, кто Евангелие нам шлет историю, которая в ЧТВ на вокзале. Наверное, в четверг. Ага. Со мной случилось. Может, и вам интересно будет. Следую же сначала. Раз в две недели. Потом раз в неделю я приношу от двух до четырех ваших Евангелий в бесплатный книжный шкаф. Бесплатный книжный шкаф есть на вокзале. И там специальные камеры хранения. Дальше. Обычных расхватывают за день. Но я экономлю очень. И вот на прошлой неделе приехала не в воскресенье, как обычно, а в четверг. Стою из пакета, вынимаю книги до пару православных журналов. Подходит бабушка. А это вы тут Евангелие привозите. Измени маленько тембр. Это тут по-другому написано. А, это вы тут Евангелие привозите. Ну ладно, ладно. Ну я тоже считаю первый раз. Ну вижу, ну в обстановку ходить надо. Дальше. Оказалось, что она часто ездит в больницу из пригорода. И однажды взяла Евангелие из этого шкафа, чтобы почитать в очереди. Думала, что возьмет, а на обратном пути положит. Ведь дома и Библия, и Евангелие, и весь Иоанн Златоуст. Весь Дмитрий Ростовский житиями есть. У нее есть, у бабки-то у этой. А в поликлинике столкнулась очень печальная девушка. Она уже на аборт записалась. Отец ребенка против аборта был. Хоть и не в браке они. Родители против. Обещали помочь. Понимаете, вот аборты, там то другое, что? Это все надо выжечь, как самое богопротивное. Места убийства. 120 миллионов за перестройку убили. Они достойны смерти. Они не должны света видеть, эти люди. Не дали детям видеть свет. Им такое наказание надо дать. Жизнь не отнимать, но арестовать немедленно, бессрочно, пожизненно. Всех. Все абортарии. И выжечь там все. Надо призвать военные с огнеметами и выжечь дотла. И вот она пришла, записала все аборты. А где-то одного человека нет. А если накажешь его неслушанный сын, ювенальной инститции, тут ювенальной инститции нет. Потому что это замысел уничтожения христианства людей. Вот она и идет. Родители обещали помочь, а вот она вот уперлась. Оплатила аборт и сидела, просто думала о жизни. И тут эта бабушка. Поговорили, и она отказалась от аборта. Потом сказала, я сел и решила, что вот 10 минут посижу и дам Богу шанс. И если он действительно есть, и если ему я нужна и нужен мой ребенок, то он обратится ко мне. И тут садится рядом с другой стороны столика эта бабушка. А Евангелие в руках держит. И почему-то ложит не со своей стороны, а со стороны ее. Бабушка же это мне поклонилась и сказала, спасибо доченька, что приносишь Слово Божие. Не прекращай. То есть там произошло, а теперь это наобращается кто и кто ложит. Та такая история. А то вот вы Евангелие раздаете, да какое это благовестие? Как это? Евангелие отдавать в руки человеку и какое благовестие? Да больше-то не было. Это больше, чем апостолы делали. Он сказал, развеялось нигде. А тут в писанном виде апостол никому в писанном виде ни срочки не давали. У них и времени не было, да не на чем писать было. Бумага не изобретена была. Да, Евангелие еще не были написаны. Эта Евангелие очень долгосрочная. Книга лежит, ненужная где-то. В нужный момент она выйдет на свое место. Нужно довериться Богу. Вот, пожалуйста. И говорит мне. Бабушка же мне это поклонилась и сказала спасибо доченьку. Уже на вокзале у этого, бабка сюда. Что приносит Слово Божие, не прекращай. Она теперь всегда, когда бывает на вокзале, садится прямо напротив этого шкафа и ждет. Кто же приносит Евангелие? То есть она решила найти, а это пришло не в свое время, небо выше в четверг. И вот, а встретились какие удивительные люди. Как это делается, вот это решится, знать. Я даже про это не знал, что бесплатное там. И она книги приносит, регулярно кладет. Вот как делается это. Я был в Одессе. Утром встали, где мы машина стоит рядом, глядим. Тут камень лежит, камушек, булыжник. И придавлено лежит Евангелие. Кто-то придет, возьмет. На улице, прямо на улице, как бы столик такой. И там уже кто-то. Раньше мы делали что-то, писали, печатали. И оставлять где-то, ну неприметно посидели. И оставили. Написано. Евангелие-то не было, нигде достать нельзя было. Написано немножко о Боге. Вот я был в заключении, и сижу, и пишу. А на прогулку поведут, я где-нибудь там под мусорный ящик, или где-то щель найду. Десять штук за один раз положил. Восемь нашли в первые же часы. Но две пошли по адресу. Вот как Господь делает. Игла. Вот а я вчера пишу, один ко мне вот. Пикает маленько, погодя, пикнет он. Теперь я должен смотреть, кто? Я ему сказал, ты не пиши мне. Я не смотрю ролики, ролики ставят. Мне некогда. А не трожь меня. У меня идет запись. Запись идет. А он в это время пикнул. Вы понимаете, что это все... Нельзя. И он мне... Опять вчера. Димитрий, я тебе уже несколько раз говорил не писать и не посылать мне ничего, никаких роликов. Я это говорил только вчера, и ты опять за то же самое. Хотя ты обещал мне это не делать. Я тебе разрешил только один раз написать в две недели, если нужно. У меня сейчас здесь идет запись ролика. И ты трижды за 10 минут стараешься прервать мой труд. Это уже самое настоящее нахальство. Я вынужден буду занести тебя в черный список, чтобы ты не смог сюда заходить. Ты мне сильно вредишь этими пиканьями. И отвечаю, то я и понял, понял. Я дигнать их больше не буду. Проходит несколько часов опять. У меня такой был. Пришлось занести в черный список. Невозможно. Это то ли болезнь такая у людей, то ли еще. Куча, куча. Если что никто не просчитает. Мелким шрифтом. Ну и одно и то же. Там про масонов, там героические. Если это поставить 10 больше роликов. Ну не могу я смотреть. Если будет сделано замещание, все до дна я уберу. Пока отрицательных отзывов нет. Как только появится хоть один отрицательный. Ну видно, что... Чего вы ставите такие материалы? Я даже не считаю. Это на форуме. Я их выщищу одним махом все. Ну смотрите, считают, не считают люди. Ну 10 роликов. Ну как я могу? Дайте рецензию на ролики. Так. Вот новое сообщение. 11 апреля. Жириновский открыл памятник себе. Памятник себе открыл. Ну а давай сейчас мы посмотрим. Где и о чем говорится. Это вот наша страница. Мой мир. Тут у меня не одна страница открыта. А только вот там, где я просто в шапке. Посмотрите. А вот теперь Жириновский открыл. Где он? Ну меня интересует даже не то, что открыл. Вот я могу это. Можно включить даже. Посмотри. Народному художнику СССР Зурабу Козловичу Церетели. Вот тут все, дьявол падает. Так. Выступает. Сколько всего тут? Я думаю, извините. 13 минут. Вот посмотрите, я так продерну. И лететь с нуля. Словно с 1 января. 20-го года, там или 25-го, когда это решение созреет. Вот теперь смотрите. По клубикам снимает поклевая. О! Какой памяти. То есть бронзы там и щигуна, я не знаю еще. Я думаю, по клубикам. Божий царя храни. Он все время думает, что царем будет. И памятник. Ну вот посмотрите. Видите? Вот мужчина, который смотрит на других. И как он иронично смотрит где-то. А эти, видимо, из его партии-то боятся. То больше никак нельзя объяснить. Приклебатели. Божий царя храни. Заранее разручили. ЛДПР написано. Ну вот такую комедию. Божий царя храни. Он сам смотрит. Смотри. Вот он, Флор. Вот так. Добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый. Жириновский фашист. Погонь и мразь. Дальше. И этот чел в Госдуме, мне жаль Москве. Вот так. Ну, не, ну это номер. Кретин тупой. Нес какую-то ахинею. Да. И следующий. Урод. Урод. Дальше. Надеюсь, это место превратится в общественный туалет. И памятник будет регулярно сдабриваться свежими испражнениями. Еще. Юрий Смирнов, клоун с Еруси. Однозначно. Понятно. Ни одного положительного отзыва нет. Ничего он плохого-то не сделал. Вот если по-человечески сказать, он необычный человек. Большое образование. Военное звание большое. Оригинально мыслит. Возьмите одно только про Муму. Когда говорил там, до слез Путин сидел, смеялся. Муму Тургенева. Объяснил. Главный герой говорит, кто? Собачка. Герасим. Да нет, говорит он. Это главное, это барыня. И где-то об русском языке, когда он говорит. Ну вот так. И вот там есть ролик большой. Скулс называют его где-то. Создать партию. Кто создал такую партию еще? В стране? Нету. Ну нету. Мало того, он однажды мог даже пролезть себе в президенты. Ну, не получилось. А памятник? Памятник? Ну что? Вот я сейчас покажу. Смотрите, вот чтобы как узнать. Вот. Открываю поисковик Тимофея Ха. И напиши памятник. Подожди-ка. Давай. Памятник. Вот посмотрим сейчас. Что нам Библия выдаст на слове памятник? Это сколько их тут? 16 мест. Да. Ну, памятники они ставили. Тут исход. Тут все это было. Так. Второе. Царств 18.18. А весолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине. Ибо сказал он. Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем. И называется он памятник А весолома до сего дня. Ничего особенного нет. А кто это весолом? Смутьян. Больше такого нету нигде. Себе памятник, чтобы сам поставил, нету. Я памятник себе возвих нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Кто пишет? Писал. Александр Сергеевич Пушкин. Памятник чем? Добрыми делами. В памяти людей. Это здорово, конечно. Памятник, его помнят Пушкина, ставят ему памятники и прочее. Я не говорю, что надо, не надо, но главное, что это есть. Вот весолом против отца, против Давида поднял бунт, захватил власть. Но недолго царство тут же погиб. И хороший был, и важный был. Умел обольщать народ, обманывать. Ну, болтун. Придворный шут. Клоун. И вот кончилось ничем. С чем это кончится, тоже не знаем. Ну, как бы дубль президенту. Тоже Владимир. Сын Волка. Сын Волка. Вольфович. Я закрою его. Ладно. Дальше. Вот открыто у нас на нашем форуме. Вот тут ставят, ставят, ставят. Тут я не знаю. Это было вчера. Вот это было. А вот этого не было. Считай, кто он такой? Павел Карелов. Священникам... А, добрый день, Игнатий Тихонович. Как вы относитесь к тем священникам, которые владеют дорогими автомобилями, да и носят очень дорогие брендовые вещи? А что такое брендовые? Объясни. Ну, в общем, дорогие вещи. Ну, у нас бренд сбрендил, то есть сдыгал, бросил, не дошел до цели. И вот так и это. А они с собой-то не возьмут брендовые. Ну, на нем это брендовые или нет? Ну, вполне брендовые. Ну, да какого спрашиваешь тогда? Вот на священнике, на какой машине, я бы смотрел, вообще не думаю, не вижу, не завидую и не осуждаю. У него есть средства, он купил. Но только чтобы это дорогое, на дело Божие было. Колесница дорогая. Иоанна Кронштадтского упрекали за такие кадиллаки. Ну, тогда были рысаки. А он отвечает, за вами, окаянными, священники, гоняюсь. Вы забросили дело, а я стараюсь с одного места, другое там причащает, едет. Мне нужны такие рысаки. Все, его тоже упрекали за это. Было это. Но, интересно, канон есть. Если кто-то считает, что если человек богато одевается, и это не к спасению мешает ему, то на него наказание накладывается, поэтому осуждать нельзя за это. Но у него есть это, он людей, допустим, отталкивает, не видит. Ты можешь сказать, но не думай, что у него кадиллак такой, и он до Царства Божьего не доедет. Может, и доедет. Вчера мы ролик смотрели на Сибирске. Священник. И одного там самбиста зажали, и он его, священник, долбит и долбит по голове через это. Двоем они. Ну, и тут же подошла полиция, теперь разбирается. Священнику килограмм сто пятьдесят, говорит, и товарищ его второй, брат его там килограмм сто десять. А этот самбист, и они ему намолотили, показывают, все тело в синейках там. Дальше. Ариан Максим. Здравствуйте. Можно вопрос? Я родом из Ирана, русский политик, будущий какой-то. Вот он о себе говорит, какой-то будущий русский политик из Ирана. Вообще, памятник уже себе воздвиг. Дальше. Хочу принимать русское имя. Фамилию. Какая фамилия красивее? Ариинин или Арианов? Вот везде и всюду в корне стоит Ари, еретик. Значит, тебе как еретику разницы никакой нет. А на сегодня у тебя уже это есть Ари. И теперь Ари какая, как красивее будет. А с обольщаясь женщин. Обычно вот это все любят покрасоваться, ну, такие нарциссы их называют. Там бывает по-другому у женщин называют, лолита какая-то. Это вот, а что на это можно ответить? Человек в возрасте, а дэнди, великовозрастный дэнди. Могу вам посоветовать обратитесь ко Христу и замените свое вот это все это блажь на христианин имя. А какое есть, то и держи. Я считал, граф Блудов был. Граф Блудов, и он никогда не заменял его. Такое он и есть. Такие есть фамилии, что Сукин. Я встречал Сукин. Ну, еще Сукин сын. А он хороший человек. Ну, и дальше. Что это такое, тоже не понял вот это. Тут надо смотреть. Новые жидовские порядки с 1 мая. Ну, какие? Может, к нем чуть глянуть? 15 минут. Гляну, точнее. А в Страсбурге, да, в Страсбурге, 25-го, 29-го июня 14-го года был подпитен тайный меморандум, который уступает в силу с 1 мая 2016-го года. Ну, вот они говорят, меня это совершенно не интересует. Нисколько. Когда я был в Америке, меня спрашивали, притом не один раз, на больших собраниях я выступал, там, в других городах. Вот, как вам помешало КГБ? Мне? Никак. Они меня сделали известным. Вы бы про меня не знали, если бы меня не посадили. А я теперь у вас в гостях. Вот как? Да, так. Я за них молюсь. У меня там нет врагов. Мы на Пасху, на Рождество перезваниваемся, поздравляю их. У меня вообще претензий никому нет. И поэтому масоны, что делают, а я уже объяснял, они делают свое. Евреи делают свое, что могут. Мне дано поститься. Я пощусь. Мне дано молиться, я молюсь. Мне дано творить милостыню. Я должен делать. Мне в этом советская власть даже не мешала. Ни в тюрьме, нигде. Так что ответа один. Никак. Ой, я тут не показал, что это. Надо где-то показать. Какой у нас этот... Вот он, форум, как выглядит. Это большой форум очень. 1587. Просто зарядите православный форум Игнатия Лапкина. Вот памятник я себе тоже воздвиг. Андрей Акураева есть. Думали, как назвать. Он называется... Форум называется по имени хозяина того. Ну и вот у нас сайт. Это YouTube. Вот он где. Вот мы здесь вчера молились. Ну и сколько? Уже, наверное, 7. Но я сейчас вот крутану. Посмотрю. Может быть и больше. Вечером мы молились. 22 уже. 22. Только поставил уже. А вчера попросили... Мы молились утром. И вот здесь нету. Посмотри, где-то есть или нет. Нету. Вот оно сколько. А, 198. Вот еще 2,200 будет для нас. А для нашего здесь это много. Сколько часов назад? 17 часов. 17 часов. Кроме того, у нас есть во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот здесь ткни. На видеоканал вылетишь. Ткни сюда, на наш форум. Жать здесь. Здесь очень много. Насчитана Библия, Архипелага, ГУЛАГ. 50 книг аудио только. То есть на ответ на 4124 вопроса. То есть очень богатый, тяжеловесный здесь сайт. Православный библейский. Приходите. И здесь смотрите. Ну и все можно сказать на этом. Богу слава за все. Все. Так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...